МОЛДАВСКИЕ СМИ 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 Глубокий вопрос Очень широкий Да, то есть вообще Сам вопрос по себе Поставлен очень странно То есть Зачем стране армия Зачем стране Сектор обороны Ну, конечно, он нужен То есть Любое государство мира Включая нейтральное государство И, кстати, здесь На этом нужно остановиться Поподробнее Потому что все нейтральные государства Обеспечивают свой нейтралитет за счет очень сильной, хорошей, слаженной, функционирующей армии. То есть вы возьмите любой пример. Возьмем, допустим, Швейцарию, нейтральное государство, которое, по-моему, еще с 1815 года после Венского конгресса объявило о своем постоянном нейтралитете. Австрию, которая с 1955 года является нейтральным государством. Туркменистан, которая с 1995 года является нейтральным государством, и нейтралитет которых всеми признал. Так вот, все эти страны и другие нейтральные государства, как правило, у них достаточно сильная армия. К примеру, в Швейцарии на эти цели, если я не ошибаюсь, выделяется около 2% ВВП. То есть это одна из самых сильных армий Европы. И одна из причин, по которой Германия не атаковала Швейцарию во время Второй мировой войны и не захватила ее территорию, заключалась в том числе и в том, что немцы понесли бы при этом очень серьезные потери, потому что это одна из самых боеспособных армий Европы. То есть, ну, что такое нейтралитет страны? Нет, давайте все-таки вернемся к вопросу. То есть для Молдовы... За историческую лекцию на самом деле, спасибо. Но давайте вернемся все-таки к теме нашей программы. Зачем нам это? Это очень большой, глубокий и обширный вопрос. Стране нужна армия, потому что если есть страна, есть армия. Вы спросите, от кого Молдовы защищаться? То есть вы считаете, секундочку, давайте проясним ваше поведение. Вы считаете, что летальное оружие Молдове необходимо? Я считаю, что если Молдове необходима армия, то эта армия должна быть боеспособной, она должна обороняться. И я скажу почему, потому что это очень важно. Мы живем в таком регионе, и посмотрите опять же на нашу историю. То есть у нас через Молдову прошли просто волны катаклизмов, от которых Молдова обороняться не могла. То есть оборона государства – это, собственно говоря, одна из основных функций самого государства, включая в том числе и нейтральное государство. И я, кстати, считаю, что этот вопрос абсолютно не политический. Как для партий социалистов, так и для партий демократов, так и для оппозиции, так и вообще для любых других партий Республики Молдова, когда они находятся у власти, нужно задумываться, ставить перед собой вопрос, как обеспечить обороноспособность государства и как создать в Молдове сильную армию. Я поняла вашу позицию. Господин Осталев, зачем в Молдове летальное оружие? Вот господин Кульминский говорит, необходимо. Во-первых, о чем мы говорим? Летальное оружие – понятие растяжимое. Вот я не знаю у наших телезрителей, какие ассоциации сразу возникают. Я скажу, да, и пистолет, кстати, тоже. Граната, противотанковая система. Что это? На какую сумму? Кто будет за это платить? И откуда мы это возьмем? И почему сейчас? Потому что в списке приоритетов наше государство, которое за 4 года не может найти даже теоретических следов, кто умыкнул у нас миллиард. Сейчас, на данный момент, одним из главных приоритетов, оказывается, у нас потратить еще, я сейчас цитирую, 11 с чем-то миллионов, которые якобы нам кто-то будет одалживать. Не кто-то, министр обороны сказал прямо. Соединенные Штаты Америки. Вот. Которые ей продают. Первый визит в качестве президента США господин Трамп нанес в Саудовскую Аравию, одно из самых демократических государств этого мира, являющийся стратегическим партнером США. И первым делом он им загнал там оружие на 3 миллиарда. Первый визит, купите у нас оружие, 3 миллиарда. Демократия, права человека. Вот в Молдавии при том состоянии, в котором мы находимся, которое не требует абсолютно никаких сейчас характеристик, у нас, оказывается, возник приоритет потратить 11 миллионов. Но вопрос сейчас на что и для чего. На Западе у нас НАТО и Румыния. Воевать не можем объективно. На Востоке у нас Украина. Никогда нет причин, не будем. Россия далеко, но мы и не можем, ни в какой форме, даже у самых больших шизофреников не может быть понимания, что мы можем бывать с Россией. Это будет длиться одну минуту, и бой закончен. Тогда кто? Вот это летальное оружие, оно в кого-то должно стрелять. В кого? Не будем притворяться. Речь идет, как я понимаю, об обороноспособности и так далее. Все, что касается возможного конфликта с нашими гражданами же в Приднестровье. Априори считаю это абсурдом. Но, не знаю, если мы сегодня еще будем обсуждать эту резолюцию США, проект резолюции. Если у нас времени достаточно, непременно. Один маленький элемент. Последний пункт этого проекта резолюции, в которой США называют Молдавию как хотите, но только не нейтральным государством, они почему-то это забыли. Я потом объясню, почему. Последний пункт в этой резолюции гласит следующее. США призывают настойчиво обе стороны воздержаться от любых действий, которые способны привести к нагнетанию обстановки в регионе. Стоп. Вы продаете нам оружие на 11 миллионов, которые вы нам же и одалживаете. Чтобы что. А с другой стороны, у вас резолюция, ни одна сторона не должна нагнетать обстановку. А кто нагнетает? Поняла. Спасибо, господин Курленский. Хорошие вопросы задает господин Асталеб, но вы сами начали отвечать на мой следующий. Против кого? Вот мы услышали версию господина Асталеба. Мне теперь интересно ваше. Знаете, мне как-то вот говорили, да, известную мудрость, что если у тебя есть оружие, ты должен быть всегда готов и его использовать. Понимаете? Вот мы против кого готовы? Людмила, вы знаете, я думаю, что для более профессионального обсуждения этого вопроса, конечно, нужно было бы поговорить в том числе и с Министерством обороны, потому что у нас сведения... Нет, это Санктурза, он... Ну, у нас сведения очень отрывочные. То есть мы на самом деле как бы не знаем, не видим до конца картины, мы можем оперировать гипотезами, догадками. Но, опять же, я скажу свою точку зрения. Я считаю, что сам по себе вопрос поставлен неверно. Что значит против кого? Ну, назовите мне еще одну страну в мире, у которой нет обороноспособной армии, которая готова была бы защищать свое государство. То есть вопрос не стоит против кого. Я вам приведу другой пример. Насколько я знаю, я не открою тут никакой военной тайны, у Соединенных Штатов Америки есть планы войны со всеми своими соседями, на случай, если они на них вдруг нападут. Если вдруг Канада послезавтра станет коммунистической страной и вдруг совершит акт агрессии против Соединенных Штатов. То есть мы от всех можем сейчас к этому подводить? Я говорю к тому, что армия является в принципе одной из жизненно важных функций государства. И ставить вопрос, зачем нам нужна армия, которая обороноспособна и умеет... Ну, тогда давайте ее вообще расформируем. Очень хорошее предложение. А теперь дальше. А теперь дальше. И я считаю, что это на самом деле, ну, наверное, самое важное. Вспомним о том, о концепции развития нашего оборонного сектора и о концепции развития армии. Я просто напомню, небольшой экскурс приведу. Концепция развития оборонного сектора была принята в 2002 году при правлении партии коммунистов. И она предусматривала очень большой объем хороших, правильных вещей. Модернизацию армии, перевооружение армии. Когда мы говорим о летальном оружии, летальное оружие — это вообще все, что стреляет, все, что наносит урон в живой силе противника. То есть нелетальное оружие — это то, что позволяет там останавливать массовые демонстрации, допустим, да. Я знаю, там, электрошокеры, резиновые пули и так далее. То есть летальное оружие — это то вообще, чем любая армия экипирована. Потому что если у нее нет летального оружия, то это вообще не армия. Так вот, в 2002 году была принята эта концепция по развитию оборонного сектора Республики Молдова партии коммунистов, напомню. Она в том числе предусматривала то, что в принципе было озвучено сейчас. И к огромному сожалению, до этого у нас просто никогда, к этому у нас никогда не доходили руки. Ну то есть вот все те слова, секундочку, о том, что у нас сейчас будет армия, которая уже говорит множество министров обороны, что мы под стандарты НАТО. Да нет, мы еще от этого очень далеко. То есть мы сейчас говорим об очень базовых вещах. Ну хорошо, вот смотрите, я вам сейчас помогу. Наш министр обороны Евгений Стурза заявил, что Республика Молдова приобретает летальное оружие, которое будет соответствовать требованиям и стандартам НАТО. Да, да. Исходя из этого, будем предполагать, да, против кого оно может быть использовано. Людмила, оружие нужно... То есть рано НАТО продать оружие, да, которое может быть использовано против них, как-то... Я приведу вам пример. В России значительная часть спецназа экипировано оружием по стандартам НАТО. В России. То есть, ну что здесь такого странного? Потому что это оружие, которое, ну оно соответствует современным требованиям. Но самое важное вопрос-то не в этом. У нас сейчас армия все равно экипирована оружием. Другой вопрос, что это оружие устарело, что это оружие нуждается в модернизации, в замене. Вопрос, на что его менять? Нет, вопрос был другой, все-таки. Есть какой-то другой ответ на это? Я знаю, что оружие, да. Это все равно нужно делать, в любом случае. Я понимаю, ну оружие, вы же говорите, что у нас есть армия, которая, в принципе, оборонительные функции, прежде всего, да? Да? Вы уже об этом сейчас говорите. Против кого мы обороняться будем этим оружием? У вас есть версия? Если... Вот очень коротко, потому что господин Сталиб уже должен подключаться к разговору. Нет, ну мы, конечно, то есть у нас... Ну это вообще, это вопрос уже, я бы в какой-то степени сказал бы, государственного секрета. То есть у государства должны быть... То есть вы не знаете? Нет, ну я приблизительно представляю, о чем там идет речь, но я как бы не хочу это озвучивать в студии, потому что тут есть как бы очень много... Господин Сталиб, вы догадываетесь, о чем говорите? Нет, я скажу все, что я думаю. Господин Сталиб, то есть на самом деле, ведь государство должно иметь план защиты самого себя от любых угроз. Разве это не так? Поняла. Господин Сталиб. Ну потому что иначе, понимаете, то есть как бы я приведу вам другую аналогию. Смотрите, допустим, у нас есть, к примеру, например... Мне кажется, не очень вежливо будет, вы очень долго говорите. Да, извините, конечно. Я предоставлю вам еще возможность. Господин Сталиб. Я не раскрою никакого секрета и нет никакой военной тайны, что Молдавия на данный момент является недоразвитым государством, с экономической точки зрения абсолютно нищим, которому диктуют из-за рубежа, что когда делать, что когда покупать, и суверенность самого государства под очень большим вопросом, если мы говорим о том, кто принимает решения. Если сегодня собрать эти 2 миллиона людей, которые остались в нашей стране, и спросить, на каком месте для вас стоит сегодня потребность потратить 11 миллионов на летальное оружие? Как вы думаете, на ком это месте будет? Думаю, одно из последних. А если мне еще рассказать о военной тайне, для чего оно может быть применено? Потому что хороши, конечно, примеры про Швейцарию и США. Я понимаю, но когда мы будем экономически развиты, как Норвегия, Швейцария и США, мы можем вернуться к этому разговору. К сожалению, боюсь, что я не доживу. Но мы находимся там, где мы сегодня находимся. Поэтому, почему бы нам сегодня не закупать, например, самые последние вертолеты в Израиль? Потому что я сейчас приведу вам очень много примеров, почему они эффективны. Потому что это глупо сейчас об этом говорить. Страна, в которой закрывается почти что все. Кто будет воевать? Кто в этой стране, если мы не лицемеры, может и собирается воевать? Не дай бог любой конфликт завтра. Я лучше умолчу. Поэтому это тенденция, которую я наблюдаю, что творят наши западные партнеры. И это, кстати, идет параллельно еще в двух государствах. Только сегодня я где-то читал в наших новостях, что НАТО у нас какую-то программу, киберзащита. Хоп, не глядя. Смотрю в Украине, программа киберзащита. А ну-ка в Грузии. Ага, то же самое. Это целенаправленная политика. Они точно знают. И к Молдавии это не имеет никакого отношения. Они продолжают с Россией там устраивать свои шашни. И вот они используют такие третийсортные государства, как наши в данном случае. Потому что мы должны принимать решения по трате и так несуществующего бюджета, исходя из рациональности. Я понимаю, что это очень сексуально сегодня выглядеть министром обороны и говорить, мы там идем к НАТО. Вот мы там следующие. И куча других очень интересных вещей. Но к реальности это не имеет никакого отношения. Посмотрите на эти сёла, посмотрите на наше состояние. Ну какое НАТО, какое летальное оружие? Вот мне кажется, я понимаю, почему у вас вызывают сомнения. Постановка вопроса. Эти вопросы в принципе все задают. Но возможно ответ кроется в одном из утверждений, о котором мы все знаем. Смотрите, Украина. В конце прошлого года наконец стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки, здесь есть две версии, то ли продают, то ли безвозмездно, как бы я слышала. Туда, значит, передают ей летальное оружие. С какой формулировкой, господин Кульминский? Ну в связи с тем, что на Украине есть война в восточных районах. Так. Тут же мы начинаем ситуацию сравнивать. Нам, значит, летальное оружие, а у нас есть свое Приднестровье. Это очень нехорошая ассоциация. И она не может не вызывать тревогу. Не согласны. Людмила, вы знаете, я еще раз повторю, что я нахожу эту логику крайне странной. Потому что если идти по этой логике, о которой говорите вы и коллега, то нам просто вообще нужно разоружиться, армию расформировать, границы открыть, спецслужбы расформировать, и чтобы вообще больше ничего не оставалось. Потому что, ну как можно утверждать, что армия стране не нужна вообще? Понимаете? Я приведу вам еще один раз пример. Послушайтесь, вслушайтесь в эти цифры. Швейцария тратит около 2% ВВП на свою армию. Но это этичное сравнение Швейцария и мы. Нет, я привожу вам другие примеры. Но это не релевантное сравнение. Позвольте я. Ну как Япония и Молдавия, Швейцария и Молдавия. Мальта тратит 1,5% ВВП на свои... Нам Украину просто ближе. Хорошо, да. Вы знаете, сколько тратит Молдова на свой сектор обороны от своего ВВП? В цифрах. Ну вот отдайте. Вот рискну вам задать этот вопрос, господин Курминский. Вот давайте даже представим такую ситуацию. Это очень важно, чтобы телезрители понимали. Республика Молдова тратит 0,3% от своего ВВП на армию и на сектор обороны. Понимаете? Если эти расходы вырастут от 0,3% до 0,4% или 0,5%, при том, что в странах, везде-везде, в нейтральных государствах, в любых других государствах, как правило, этот показатель составляет минимум 2%. Ну, по-моему, для стран НАТО там одни стандарты все-таки для нейтральной России. Я не вижу в этом абсолютно никакой угрозы. То есть Швейцария – это государство, действительно, которое очень высокоразвито, в которое очень хорошо поставлено и функционирует служба призыва людей на армейскую службу, которая может дать отпор любым. То есть туда никто не полезет. Республика Молдова, да, действительно, нищее, бедное государство, как говорил господин Асталеб. Ну, что это означает? То есть, что мы должны армию вообще расформировать, разоружиться, не иметь армии и чего ждать? Нет, знаете, я поняла, что имею в виду, господин Асталеб, возможно, он меня сейчас поправит. Господин Асталеб, я так понимаю, имеет в виду вот что. Поскольку у нас армия действительно находится в таком состоянии, о котором говорите, и вы, и вы, да. И вот, понимаете, если нам даже эти 11 миллионов предоставят, и мы что-то закупим, разве это сильно повлияет на нашу обороноспособность, а главное, на военный дух, моральную стойкость наших солдат. Вот это абсолютно верно. Вот, да. И поэтому, господин Асталеб, секунду, я закончу. Имеет в виду, что, возможно, лучше бы эти деньги нам потратить, да, на то, чтобы не закрывали больницы, школы. Я так сейчас версию. Абсолютно верно. Понимаете, предлагаю. Вот что имеется в виду. То есть, если начинать уже обороняться, то, извините, нужны другие деньги. А вот так вот, какие-то вот эти вот, и причем мы заведомо знаем, кто будет продавать это оружие, и неизвестно еще, какое у этого оружия... Мы деталей пока не слышали. Не слышали. Но мы можем предполагать. На 11 миллионов мы там как бы особо не разгуляемся, согласитесь. На 11 миллионов особо не разгуляешься, но кое-какую часть армии можно действительно перевооружить. Если эта возможность появится, а тем более, если это будет грант, ну от этого, я думаю, не отказывалось бы ни одно правительство, в том числе правительство социалистов. Я не думаю, что они бы от этого отказались. Есть вопросы по этому поводу. Господа Сталиб, знаете, о чем люди думают? Ну вы же общаетесь, вы не можете этого не знать. Вот смотрите, важно, что закупят. А вдруг это будут винтовки? А люди вспоминают Майдан? Да? А люди думают, а что это будет за вооружение? А вдруг оно будет использовано во время акций протеста, которые могут у нас запросто пройти после парламентских выборов? Ну вот так вот, в качестве гипотезы. Она совсем несостоятельна, на ваш взгляд? У нас в стране вообще достаточно оружия, вот реально достаточного оружия, чтобы ввести чуть ли не Вторую мировую войну. Нам Советский Союз здесь поднаставлял. И мы постоянно требуем, чтобы его вывозили. Вы сейчас о Приднестровье говорите или о всей Молдавии? Ну, я говорю о всей Молдавии, то, что и там, и тут есть. В любом случае, у наших полицейских достаточно. Вот это я не хочу сейчас раскрывать. Но у них есть оружие у всех. Достаточно его. Другое дело, что не обязательно об этом всем знать. Устарело, не устарело. А слава богу, что оно не нужно. Потому что это же летальное оружие, которое нам продадут. Тут еще вопрос, что они там продадут. Оно морально устаревает в течение двух лет. Это я вам как специалист говорю. Через два года это уже не актуально. Хуже давайте другое. Но какое оружие у нас сейчас на вооружении? Советское. Какого образца? Какого года? 50-х, 60-х. Ну, разве, если есть возможность поменять его на более современные образцы, разве эта возможность не заслуживает рассмотрения? Слава богу, Кишинев воевал за последние 20 лет один раз. Не буду сейчас описывать, что я думаю по этому поводу. Кто куда сунулся, чем закончилось и что расхлебываем до сих пор. И на фоне вот этой взрывоопасной ситуации в регионе, она взрывоопасна. С Украины, с Приднестровьем. Новость о том, что в Приднестровье поступает последнее вооружение на 25 миллионов из Российской Федерации. Я не думаю, что меня бы обрадовало. Я бы сказал, что такое, какое новое вооружение, почему? А разве этого не происходит? Там количество оружия достаточно для того, чтобы вооружить три региональные армии. Вы же знаете об этом. Мы говорим о новом оружии. О том, что там есть это одно. Вот новость о том, что в Приднестровье поступает последнее поколение российского вооружения на 25 миллионов. Давайте сопоставим наш мобилизационный потенциал с другими. Сейчас, секунду. Мы сейчас говорим про оружие. Как бы вы отнеслись к такой новости? Так эти новости поступают постоянно. А как не попадает оружие? Да они постоянно поступают. Нет, но она нас радует эту новость. Давайте спросим так. Вы сами подводите вопрос к тому, что Приднестровье для нас угроза. Абсолютно нет. Вы только что сказали, что в Приднестровье... Для меня в Приднестровье угроза. Для меня авантюристы угроза. И поэтому надо идти по пути разоружения, абсолютного отсутствия мотивов, конфликтов. А какое количество оружия в Приднестровье? Я понятия имею? Откуда я могу знать? Как часто там проводят учения? Очень часто. Очень часто. Конечно. Зачем? Против кого? Они собираются, они открыто говорят, против НАТО, Молдавии, Кишинева и так далее. Ну, против Кишинева, то есть. Других там нету. Они боятся, что их атакуют. А этого не было один раз в жизни? Нет, ну да, да, да. А сейчас мы говорим о том, что мы собираемся опять закупать летальное оружие, которое все понимают, что нигде применено не может быть. Мы собираемся закупать новое оружие, насколько я понимаю. Да неважно, какое. Я понимаю, что мы просто собираемся заменить старые образцы более современными. Для кого? Для кого? Для этих малоники? Ну что, продолжать стрелять дальше из винтовок или за автоматов, которые не стреляют? Смысла нейтральной Молдавии вообще стрелять в кого-либо. Хорошо, это другой вопрос. То есть тогда Молдове нужно просто армию как таковую отменить? Мое мнение, что в нашем публичном пространстве полностью отсутствует назревшая тема. Вот то, о чем вы сейчас говорите. Это не я буду решать и не мое мнение здесь, что это что-то стоит. Депутаты, общество, специалисты, военные, они должны признать, в каком состоянии находится наша армия. Министерство обороны. Что у нас по бюджету? Не такие цифры общие и так далее. И вопрос, а она нам нужна в таком виде? Мое мнение, что нет. Я бы что сделал? Я бы полностью ликвидировал эту инфраструктуру и вкладывал, например, в другую. В Министерство внутренних дел. Например. Это другой разговор. А вы бы это сделали каким-то образом в одностороннем порядке? На сегодняшний день Министерство внутренних дел это единственная эффективная структура, которую я вижу своими глазами, где существуют разумные мысли, система операционная. Им можно доверять оружию. Я не боюсь, что они могут его как-то использовать. Армия может его использовать как-то не по назначению? Абсолютно. Вы посмотрите на министра. То есть, если Молдавия после стольких лет единственное, что могла предложить, это человека, который говорит, что играл в танчики и поэтому может быть играть министром. Извините, это издевательство. Вы считаете, что армия может просто взять оружие и использовать его не по назначению? Ну, вы плохо относитесь к стране и к армии. Конечно, плохо, потому что я знаю, что было в 92-м году. А были какие-то прецеденты раньше? Так я только что сказал. А Министерство внутренних дел в этом не участвует? Вы знаете, что у меня в этой ситуации, вот вы, когда начали приводить в пример Приднестровье, вы знаете, сколько там вооружения. Понимаете, вот я такую логику как раз и слышу от представителей Молдавской правящей коалиции. И она меня пугает. Именно потому, что они объясняют свои действия по приобретению этого оружия именно Приднестровье. Ну, так получается. Я так не слышал. А я слышала. Это было бы ошибочное объяснение. То есть вы считаете, что те наши чиновники, которые об этом говорят, и которые открыто говорят, что вот смотрите, что происходит в Приднестровье, которые жалуются на каждом международном, я не знаю, какой-то конференции. Последний раз это был Мюнхен. Мы помним, что у нас там был премьер, да, и был министр иностранных дел. Все время эту тему поднимают. И в резолюции Соединенных Штатов тоже упоминается Приднестровье. Вы считаете это все? Вы можете предугадать, как в нашем регионе повернется геополитическая ситуация через полгода? И чем нам поможет это летальное оружие? Через полгода. Вы можете мне сказать, в какой ситуации Республика Молдова может оказаться через полгода, год, два года? Что произойдет в этом регионе? Я просто приведу вам другой пример. То есть вы не ждете моего ответа. Это был риторический вопрос. Нет, нет. Вы меня спросили, я была готова ответить. Да, конечно. Я могу сказать, что то, что случится через полгода, вам, наверное, сейчас достоверно. Сказать не сможет никто. Но меня пугает другое. Меня пугает, когда оружие, именно то, что убивает, неспроста это называется, летально, оно оказывается в руках людей, которых у собственного народа есть подозрения в их легитимности, в тех действиях, которые они производят. Я говорю о власти, прежде всего. А я о армии тоже. Я о армии. Тогда МВД, тогда все спецслужбы, то есть тогда у нас должны быть подозрения, что у нас вообще уже всех разоружают. Я сказал, что это лучшая структура. У меня к власти, у господина Сталипа, у армии. Потому что это разные структуры. Это разные структуры. То есть у вас есть сомнения в том, что у нас армия может завтра взять автоматы и пойти стрелять в людей? Да, у меня есть сомнения в том, что я не говорю, что будут стрелять. Я говорю, что меня пугает то, что без воли народа решаются вопросы по поводу снятия нейтралитета. Понимаете, когда уже открыто представители нашей власти говорят... Какое отношение имеет к нейтралитету? Какое отношение имеет этот вопрос к нейтралитету? Потом это же поступательно, они двигают нас в пустое. Вообще никакого отношения одно к другому. Вы помогаете, то есть... Представляете мне, что такое нейтралитет? Нейтралитет это обязательство страны не участвовать ни в одном из военных блоков, не воевать ни на одной из сторон. Дополните, может быть, там еще какие-то... В том числе с политической точки зрения. Я дополню очень важными вещами, что такое нейтралитет. Это крайне важно. Нейтралитет это обязательство страны не размещать у себя на территории своей страны вооруженных сил другого государства. Раз. Это очень важный момент. Молдова нейтральное государство или нет? По Конституции, да. По Конституции. Но заметьте, нейтралитет во всем мире это конструкция, которая признана международно, в том числе другими игроками. Это когда Россия, Соединенные Штаты, Европейский Союз. Мне очень жаль, кстати, потому что у нас есть один очень хороший специалист в области нейтралитета, который на эту тему знает абсолютно все. Это когда эта конструкция нейтралитета признана другими игроками. Потому что именно другие игроки, в нашем случае США, Россия, Европейский Союз, Украина, может быть, отчасти, договариваются о том, что Молдова нейтральное государство, потому что это в их интересах, и гарантируют этот нейтралитет. Именно так гарантирован нейтралитет Швейцарии. Именно так гарантирован нейтралитет Австрии. Так гарантирован нейтралитет Туркменистана и так далее. Сколько лет это идея, господин Асталев? В случае с Молдовой, молдавский нейтралитет не гарантирован никакой. Сколько лет это идея, о чем мы говорим? А пока случится то, о чем вы говорите. А я не только подозреваю, а обвиняю наших западных партнеров, потому что я вижу, что они делают, и читаю в том числе их документы. И я их обвиняю в том, что они готовят поступательно из-под тишка отмену нейтралитета в Молдавии. Точно так же, как они это проделали с другими фокусами в нашей стране. И я вижу, что за последние года ухудшаются у нас отношения с Россией. Во всем у нас везде всегда виновата Россия. Якобы у нас такие стратегические отношения с Западом. Только одно «но». Все разрушается с такой скоростью, что уже пора задаться вопросом. Что у нас тут за спиной за советники? Какие-то непонятные. Которые в конце нам говорят, что вам все, что осталось в вашем состоянии, эти будете покупать у нас понемногу летальное оружие. Может, перестреляете друг друга. Потому что, еще раз повторюсь, это очень важно, Владислав. В современном мире, ну просто по телевизору пусть посмотрят, если люди не... Войны больше не ведутся летальным оружием. А чем? Особенно в таких регионах, как наши, и танки. Вы не смотрите телевизор? Самый модный термин – гибридная война. Посмотрите на Украину. А каким оружием ведется там? Сегодня отключат в Молдавии газ, электричество и телефон. И ходите со своим летальным оружием и стреляйте себе в глаз. Не вы лично, я имею в виду авторы. Все, отдавайте приказы и так далее. Я советую вам съездить в Восточную Украину, посмотреть то, что там происходит. Мне незачем туда ездить. Мне незачем туда ездить. Не будет здесь танков. И не можем мы стрелять в танки. И я не вижу смысла в том экономическом состоянии, в котором мы находимся. Вместо того, чтобы говорить в первую очередь о реинтеграции, о дружбе, о деэскалации. Что говорят наши представители власти? Не я говорю они. Давайте вот с Россией что-то как-то и так далее. Ну что, подняли с Лавровым вопрос о выводе войск? Да или нет? Я должен его поднимать. Сейчас я закончу, секунду. То есть, да, здесь, что-то там. Вот есть возможность. Возьмите и скажите, выведите. Но Лавров очень быстро объяснит. По пальцам. Как это, ребята, вы предлагаете? Мы оттуда уйдем, а вы здесь закупаете оружие, чтобы идти с ним куда? Я на одной передаче был с одним, так сказать, представителем власти. Он говорит, нам срочно нужно вводить армию в Приднестровье. Потому что там ИГИЛ. Почему вы удивляетесь? Потому что там ИГИЛ. Озвучьте, кто это. Скажите, кто это. Что это за представитель власти? Ну, я сказал, он представляет позицию. Вот это вот... Это, конечно, очень интересно. Слушай, я могу вам сказать, Андреевский сказал, что нужно вводить армию в Приднестровье. Андреевский какой? Андрей Виталий. Вы вспомните, что за 7 лет до этого он был в Приднестровье и говорил то же самое, что нужно вводить срочно Приднестровскую армию в Кишиню. Но сегодня он говорит, он себя позиционирует. Понимаете? 7 лет тому назад. Не могу это не воспринимать. Есть такое мнение, что надо вводить армию в Приднестровье. Ну, кого-то уж... Надо слушать такие авторитеты. Я очень против такого рода нагнетания истерии вокруг этого вопроса. То есть, то, как я вижу этот процесс, опять же-таки, будучи человеком беспристрастным во многом со стороны, заменяют старые образцы вооружения. Вот у господина Асталепа, допустим, есть пистолет ТТ. Есть, кстати. Есть у него пистолет ТТ, допустим. Вы потом опять будете писать простых сутки Диакуму. Так что не признавайтесь, пожалуйста. Очень старый, устаревший. Ему говорят, слушайте, ну давайте дадим вам ЧЗТ-СП-01 Шерл, например. Ну, так себе оружие, кстати. Так себе оружие. Ну, более-менее оно не такое угрожающее, по крайней мере. Оно более-менее современное. То есть, с этим оружием, ну, больше вероятности того, что вы будете держать оборону против какого-то гипотетического противника, которых у господина Асталепа очень много, насколько я понимаю. Нет, совсем нет, кстати. Смотрите. Я-то говорю, что у меня их нет. И не собираюсь тратить деньги на глупости. А вы не хотите говорить кто? Вы же не хотите сказать кто. И собираетесь потратить. Нет, я не хочу говорить кто. Я не хочу говорить кто. Я просто говорю, что любое государство должно иметь армию. Но этой армией должно быть оружие. Это элементарно. Я не могу тратить государственные деньги на то, что марсиане прилетят. А вдруг? Ну, опять, безусловно, мы не знаем, кто эти деньги тратит, как они тратятся. То есть? Они тратятся не на закупку нового вооружения, насколько я понимаю. А как ты им не знаешь? А на замену старого. А как это мы не знаем? Потому что об этом не говорили, кстати. То есть, нам нужно действительно было бы пригласить либо представителей Министерства обороны, либо хотя бы позвонить им и спросить. То у нас вообще все всегда бесплатно. Мы этого не знаем. Политологи, например, сказали, что это будет устаревшее все-таки какое-то вооружение, от которого необходимо избавиться Соединенным Штатам. Ну, политологи это знают всегда лучше. Знаете, я знаю. Ну, господин Турзе лично больше ничего не комментировал. Абсолютно. Но нужно было бы, конечно, спросить и у них в том числе, о чем там идет речь, прежде чем мы будем в обществе нагнетать истерию, что вот на нас наступает НАТО. Я так не думаю. А неправильно было, чтобы они, прежде чем делать такие заявления, если он такой министр обороны, вот чтобы не было всего этого, никогда не надо гадать. Хотя он сказал, ребята, давайте, чтобы не было эмоций. Вот что мы предполагаем. Вы были во власти. Вы знаете, как принимается решение? Нет. Когда вы... Вы хорошо это знаете. Такого рода решения я не знаю, как принимается. Вы, когда, допустим, работали в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции, очень многие решения и вещи, да, то есть вы их решали на месте по ходу переговоров с Европейским Союзом. Мы не тратили государственные деньги по 1,5 миллион. Я поняла в отношении чего. Я не дал один очень важный момент. Пожалуйста. Знаете, я считаю, что Молдове на самом деле, то есть нужно вопрос с армией решать комплексно в контексте преднестровского урегулирования. Вот это очень важно, потому что Молдова де-факто по своему состоянию сейчас не нейтральная страна. То есть вы полагаете, что новость о том, что у нас появится летальное оружие, воодушевит преднестровцев прийти и сесть за стол переговоров и говорить все, что хотите, мы ваше. Я абсолютно не вижу в этом никакой угрозы и причин, для того, чтобы раздувать истерию. Но они-то видят, но вы не поверите, господин Кульминский, речь не о вас, а о преднестровцах сейчас. Послушайте, преднестровцы очень хорошо и точно знают состояние дела нашей армии. И поверьте мне, в этом угрозы. То есть это их не испугает? Они в этом угрозы видеть не будут. Какие-то странные преднестровцы, господин Кульминский. Они странные преднестровцы, очень хорошо знают свой потенциал, они знают наш потенциал. Люди узнают о том, что их... Мы же не вертолеты покупаем, самолеты, танки... Вы намекаете на несколько людей из, может быть, преднестровских спецслужб, которые якобы знают состояние дел. А мы говорим о состоянии дел общества. Речь идет о реинтеграции людей, а не там трех специалистов. Сегодня он есть, завтра его нету, как и у нас. Поэтому то, что они знают, что тут знать. Просто я хотел бы, чтобы мы разговаривали в 2018-2019 году о реинтеграции, а не о том, что Молдавия сближается с НАТО. Центр НАТО, я говорил об этом много раз. Что это за документ Центр НАТО сделал со списком людей, выражающих мнение в публичном пространстве? Так он по плану 1994 года был, это еще коммунисты говорили об этом. Вы не расслышали, что я сказал. Центр НАТО сделал список людей, которые выражают публично свое мнение. Для чего он им? И разделил по пунктам, кто за кого, что говорит и так далее. Вы не видели этот список? Мы сегодня много нового для господина Кульминского. Вы классифицировали людей, кто за что, что говорит, где выступает. Расстрельные списки составили. Я так не говорю. Я говорю, потому что так обычно эти списки называют. Я понимаю, что вам удобно. А где эти списки в публичном пространстве? Можно в интернете. Ну конечно. У вас сегодня много открытий, вам придется... Это не может быть какой-то фейк. Нет, они признали. А для чего? Нет, для чего они это сделали, скажите? Нет, господин Сталик, ну послушайте, я опять же таки, я очень не хотел бы, чтобы у нас в стране нагнетали какую-то изделию. Это я в Минске, вы все время это повторяете. Мы тоже не хотели бы. Это мне кажется очень необоснованной интерпретацией того, что происходит. Вы знаете, я понимаю. По сути, мы сейчас продолжаем политику партии коммунистов, которые они начинали еще в 2002 году. Владимир Николаевич, он вот прям слушает вас и очень радуется. Что это за аргумент? Что не делались ошибки? Или что мы будем делать, что в 2002 году делаем в 2020? Ну подожди, в 2002 году была принята концепция реформы оборонного сектора. И господин Ельянки умыхнули миллиард, так что все каждый год будут повторять это? Это ошибочно было, господин Ельянки. Вы хотите сказать, что реформировать оборонный сектор нам не нужно? Нет, что нам не нужно реформировать оборонный сектор. Нам его нужно, но не таким образом. Вначале обсуждаешь. А как? Расскажите. Объясняю. Вначале обсуждаешь. Причем я хотел, чтобы это вначале сделали депутаты, общество, специалисты, эксперты. Не так тебя пляп собрались там опять между собой, этому НАТО заплатило, тому ЕС и так далее. Нет. Чтобы общество послушало месяц-три, показали реальные бюджеты, какое состояние оружия, пожалуйста, как вы говорите. Но вы знаете прекрасно, бюджет составляет 30 миллионов. Это должно быть публично. И те два-три специалиста в военном деле, которые есть в этой стране, и те с советской школы, потому что новых нету, должны четко предложить. Вот есть такой вариант, а есть такой. Я свой вам сказал. По мне вот это все нужно ликвидировать и все ресурсы на укрепление МВД, чтобы придать их дополнительные функции в том ракурсе, о котором вы говорите. Тогда я понимаю, укрепляя что-то уже функциональное. А в песок тратить на то, что еще вносит раздражение. Все, я поняла. И давайте, чтобы мы к резолюции сейчас перешли, я скажу одну такую вещь. Вы же все-таки имеющие отношение к дипломатии люди, вы должны сейчас со мной, мне кажется, оба согласиться. Потому что это важно. Каждое такое резонансное решение, оно ведь не просто так должно приниматься, господин Кульминский. Должно быть подобрано правильно время и место. Особенно время. То есть когда принимаются вот такие решения, должны понимать, какая геополитическая обстановка, какие есть проблемы у этого государства. Как может отреагировать другая сторона, если есть какой-то конфликт. Вот я о чем сейчас говорю? Я говорю о том, что этого никто даже не собирался учитывать. Нас поставили перед фактом, нам сказали, а дальше живите с этим как хотите. Время обсуждения резолюции. То, о чем вы говорили. Господин Асталет. У нас геополитическая обстановка, ну, уже как минимум пару тысяч лет. Пару тысяч лет такая. Вот здесь соглашусь. Пару тысяч лет. Она у нас сложная и вопрос еще, кто в этом виноват. Хорошо. Проект резолюции, внесенный в Конгресс Соединенных Штатов Америки двумя сенаторами. Что нужно знать телезрителям, на мой взгляд, прежде чем вы начнете высказывать свое мнение. Первое. Это то, что это были те самые конгрессмены, с которыми встречался господин Плохотнюк во время своего визита в Соединенные Штаты Америки. И то, что проект этой резолюции, о том, что она существует, первым заявил господин Плохотнюк. И демократическая партия эту резолюцию категорически поддержала. Господин Асталет, вот такие документы. О чем они свидетельствуют? Вам слово. Вначале посмотрим, если она будет принята. Пока что мы говорим о проекте. Я внимательно ознакомился с этим документом. Там есть половина из всего, что там есть. Это стандартный набор фраз. Это было сказано 500 миллиардов раз. У меня некоторые прям вот за душу. Я половину говорю, это власти должны соблюдать права человека, реформа юстиции, бороться с коррупцией. Поддержка Вашингтоном там есть. Стремление людей Молдовы построить дорогу к европейскому будущему. Мне вот нравится, с чего взяли в Вашингтоне, что народ Молдовы умирает за европейским будущим. Вначале я говорю о том, что пол этой резолюции, это то, что было сказано уже много раз. Что надо бороться с коррупцией, права человека, реформировать юстицию. Хорошо. Основные элементы, которые мне бросили в глазах, это отсутствие любого упоминания о нейтралитете. Раз. Меня очень сильно смутил вот этот последний пассаж, что они говорят, мы призываем обе стороны, в данном случае, что это Кишинев, Ветерасполь, воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации в регионе. И тут же с заднего двора предлагают нам деньги, что мы купили у них оружие. Окей. Но не в этой резолюции. Не, ну а так я же говорю, с заднего двора. Нет, ну это не они предлагают, мы не знаем про то, кто и на что нам предлагают деньги. Нет, ну мы же пока этого не знаем. То есть мы не оперируем пока догадками. Мы не слышали, кто нам дает деньги, на что. Давайте услышим сначала. Ну мы просто узнали о том, что США, министр обороны, почему-то... Эти две вещи не связаны друг с другом. Давайте я скажу. Телезрители должны знать одну вещь. Об этих 11 миллионах евро сказал министр обороны. Я не думаю, что министр обороны говорил бы о деньгах, предназначенных для строительства дорог. Я прошу прощения. Людмила, послушайте, ну по поводу министра... Давайте мне одну реплику. Пожалуйста. Одну реплику. Вы понимаете, то есть, ну зачем мы сразу отказываем людям, ну в каких-то благих намерениях для страны? Потому что они уже понатворили. Ну может быть. Но пришел новый министр обороны, он рассказал о своей концепции реформы оборонного сектора. Дайте какое-то время. Давайте мы посмотрим по результатам, потом мы будем об этом судить. Вот я могу точно сказать, допустим, что реформа там, ну к примеру, судебного сектора в Республике Молдова полностью... Какая была предыдущая государственная должность у этого человека? Напомните, пожалуйста. Предыдущая государственная должность, он был шефом кабинета у премьер-министра Юрия Лянко. Я думаю, не надо больше ничего говорить по поводу шансов и что-то еще кому-то давать. Он уже себя показал. Давайте мы посмотрим... А я скажу жестче, извините, а я скажу жестче. Министр обороны это тот человек, одна фраза которого может стоить чрезвычайно дорого для всего государства, для всех людей, которые проживают. Шалара уже вступала в НАТО в 14-м году. Понимаете, то есть мы знаем прецеденты, когда министр обороны выходил и что-то говорил, и был скандал Силенского масштаба. Давайте мы вот несколько... Ну давайте к резолюции. Давайте мы вот несколько секторов. В Республике Молдова есть несколько секторов. Не успеем поговорить о резолюции. Преднестровское урегулирование и сектор обороны это общий национальный интерес наш всех с вами. Господин Кульминский, вам понравилось? Я прошу прощения. Уже начинала время. Но нам нужны рациональные решения. Я просто хочу узнать ваше мнение относительно этой резолюции. Вот господин Сталиб поделился с вами. И третий пункт, последний. Я закрою его этим пунктом. Я впервые узнал из этой резолюции, что оказывается формат 5 плюс 2 это единственный формат решения преднестровского вопроса. В каком молдавском законе это написано, я не знаю. Почему США позволяют себе говорить, какой формат единственный. Это что-то новое. Спасибо. Господин Кульминский, как вам эта резолюция? Общие места, тут я с господином Сталибом согласен. То есть там перефразированы концепции и постулаты, которые мы видели в очень многих других резолюциях. В том числе, как вы говорите о поддержке европейского курса в Республике Молдова. Я видел то же самое в 2006, 2007, 2008, 2009 году. Меня, например, смутило. Если вы говорите о моем мнении, что, понимаете, это хоть и там как бы в поддержку Молдовы, мне показалось, что это не промолдавская резолюция. Это скорее антироссийская резолюция, в которой фигурирует Молдова. Вот так бы назвала ее я, да? Потому что там о роли России, если там всерьез занялись каким-то российским эмбарго еще в 2013-2014 году, там какие-то странные... Тут я с вами соглашусь, есть такие оттенки, кое-какие, есть. Но есть там и много других интересных вещей. Поддержка суверенитета территориальной целостности Республики Молдова. Спасибо, мы рассчитывали. Нет, то есть там есть необходимость продолжать переговоры в формате 5 плюс 2, решать Приднестровский конфликт мирным, политическим путем, на основе соблюдения территориальной целостности с приданием особого статуса Приднестровья. То есть это единственный вариант, о чем говорим гостей на столе, это нормально? Я не прочитал этого там, то есть я там, может быть, я не внимательно... Я верю вам, но я, может быть, невнимательно прочитал это так, как вы. То есть я понял, что они выражают свою поддержку в формате переговоров 5 плюс 2. Там есть, конечно, отсылка на очень болезненный вопрос, на стамбульские обязательства 99-го года. Это очень болезненный, очень непростой вопрос, который нужно решать в контексте всего политического регулирования Приднестровского конфликта. В том числе с участием Российской Федерации. В том числе. Это с Российской Федерацией. Правильно, кто должен решать? А теперь у меня к вам вопрос, господин Анастасия. Военное присутствие России в Республике Молдова, да? Я слушаю внимательно. Оно делится на две части или не делится? Делится. Расскажите, потому что я хочу, чтобы телезрители услышали это от вас, потому что это будет более объективное мнение. Мы это говорили уже миллион раз, что у нас есть... Просто наши политики путают очень часто сами. Расскажите, потому что когда вы об этом скажете, это будет более убедительно. Речь идет о составляющей... Это был комплимент, да. Речь идет о составляющей миротворцы и о той группе войск, которой никто точно не может четко сказать, сколько их, 1800, 5000 или сколько, которая охраняет там склады, который, насколько я понимаю, преимущественно сегодня состоит из людей из этого региона, насколько я понимаю. И с просьбами о выводе которых обращались все правительства США. Все, абсолютно. И включая президента Дадона, который наверняка сделает то же самое. С одним но. Я не вижу реальной дипломатической работы. Вот это меня смущает. Я вижу декларации, причем в Вашингтоне. Ну как отреагирует Россия на это? Ну они посмеются. Вы размещаете провод наших границ, приводите танки там по всему периметру, с ИГИЛом там что-то дружите. А вы мне говорите, как сказал Путин в свое время, снять там этих 800 людей. Но вы согласитесь, что Молдова тогда не нейтральное государство в классическом смысле? Мы не нейтральное государство, я об этом сказал с самого начала передачи. Ни по одному пункту мы нейтральны. Я же сказал, что ни политически мы не соблюдаем нейтралитет, ни в том числе с присутствием. Об этом я и пытаюсь сказать всю передачу. Это комплексная политика. Совершенно верно. Но это должно быть поэтапно, спокойно, разумно. А не тяп-ляп, что-то в Вашингтоне, НАТО, оружие. Кто с нами будет разговаривать в таком ракурсе? И последнее. Сколько лет я говорю по телевидению, но те, кто утверждает, что давайте сейчас... Я не считаю, что сейчас главная проблема, это вывод этих людей оттуда. В контексте решения проблем. Потому что если завтра они оттуда уйдут, я не знаю, как поменяется ситуация. Каких людей? Миротворцев или... Ни тех, кто охраняет склады в первую очередь. Хорошо, завтра утром эвакуированы все, кто охраняет склады. Каким образом поменялась формула решения президентской вопроса? Нет, формула, но тогда у нас остается миротворческое присутствие, которое закреплено... Подождите, которое закреплено в соглашении 92-го года. И, кстати, очень важный вопрос. Заметьте, что этого соглашения, которое является одной из основ, что ли... Никто не трогает. И правильно делает. Это правильно, конечно. Потому что вот это одна из красных людей. Его трогать, его, это крайне опасно, и делать этого нельзя ни в коем случае. Так просто ничего не меняется. Со временем к этому вопросу надо прийти. Конечно, но тогда мы, собственно говоря, сняли вопрос по поводу стамбурских обязательств 99-го года. Ну и что нам от этого? Это важно, потому что Соединенные Штаты и Россия сейчас пикируют очень много, в том числе и по этому вопросу. Да все уже давным-давно нет. Так они пикируют, а наш интерес другой. Вот о чем я говорю. Наш интерес в комплексной политике. И в том, чтобы люди перестали нас бояться. Они перестали бояться, что мы что-то тут делаем против них. Вот в чем главная проблема. Респонд Курминский примут эту резолюцию? Я думаю, нет. Тогда с какой целью все это было сделано? Это пиаровская акция для поддержки одной из партий. Догадайтесь, какой или как? Позвольте, пожалуйста. Ну я думаю, что резолюции, вы помните, как в Конгрессе США появлялись резолюции совершенно другого характера, поданные другими сенаторами, если вы помните, которые были крайне... Да, мы все Макеина вспоминают антироссийское. Нет, я не говорю про антироссийское. Я в том числе помню, по-моему, там была декларация анти, которая была направлена против демократической партии в том числе. То есть, да, там было регистрируется очень большое количество разного рода деклараций. Немногие из них принимаются. Вы сейчас путаете обращение в ООН? Нет, я не путаю обращение в ООН. То, что осенью это было. Вы помните, была в Конгрессе США зарегистрирована одна декларация, где вообще полностью крайне осуждались происходящие... Хорошо, и последний вопрос. Почему же тогда вот, да, вы не уверены в этом, господин Сталиб, вы тоже не знаете, если будет принята эта декларация. Никто не знает. А вот одна из версий, да, что как-то вот смотрите, она по времени вот очень мало, да, отошла от принятия заявления Государственной Думы, да, в отношении ситуации в Молдове. Здесь есть какая-то связь? Вот многие обратили на это внимание. Господин Сталиб. С точки зрения моих циничных государственных интересов, ну, абсолютно бессмысленная вещь, что с одной, что с другой стороны. Вот это мне не нравится, что наши политики играют вот этими флагами, кто кого, но по факту ничего не меняется. Потому что еще раз повторю, вот была встреча с Сергеем Викторовичем Лавровым. Надо было предоставить на Мюнхенской конференции, сказать, ребят, вот у нас комплексное решение. Вот как мы видим первое, второе, третье, четвертое. Спокойно, без эмоций. Но этого же не происходит. И каждый раз надо, надо. А кто будет это делать? Вот это и отсутствует. Сенаторы США не могут вывести этих людей. Да и не это главное. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, Владислав, например, прав. Я не настаиваю, что это... Но должна быть определенная логическая цепочка. Я ее вижу спокойной, без эмоций. Другие говорят, что в первую очередь. Хотя это не произойдет, и вы это знаете, что этого не произойдет. Поэтому я не вижу смысла терять в это время. Вот в чем проблема. Мы теряем время. Одна минута. Мы уже... Я считаю, что вопрос действительно очень комплексный. На Мюнхенской конференции безопасности его действительно не решить. Ну, хотя бы говорить об этом нужно и где. И говорить об этом на Мюнхенской конференции безопасности точно не стоит. Нет, двухсторонний имел в виду разговоры. Абсолютно. Это стоит делать в рамках челночной дипломатии. Для этого нужны очень большие объемы профессиональной работы с Вашингтоном, с Россией, с Европейским Союзом. То есть это нужно очень много работы проделывать. То есть сейчас эта работа не так ведется? Сейчас у нас выборы. Сейчас этой работы вообще нет, потому что сейчас у нас выборы. Мы думаем совершенно о другом, а не о том, что будет с нами через те самые полгода, о которых, как Вы говорили, мы никто не знаем, что здесь с нами произойдет. К сожалению. А должны бы знать. Потому что мы государство, у нас должна быть предсказуемость, и у нас должна быть нормальная профессиональная армия. Это правда. То, что должна быть предсказуемость в отношении армии. Провела много эфиров. Опыт подсказывает, что проведу еще. Можно короткий 10 секунд? Да. Я совершенно не доверяю человеку, который является министром обороны и говорит, что главнокомандующим для него является народ. Либо он не понимает, куда он попал, либо он издевается над народом. Спасибо Вам за то, что Вы пришли. Мне кажется, разговор получился интересным и, наверное, своевременными важными. Никакой истерики не было. Воспоминский. Я на этом настаиваю, как Вы говорите. Такие темы необходимо поднимать и о них говорить. И профессионально. Спасибо. Спасибо. Что ж, Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю Вам всего самого доброго. Но перед этим, конечно же, подведу итоги Вашего зрительского голосования. Господин Сталеб. 444-446. Вот меняется насчет голосов. Это я послушаю. Да. Шучу. Я не сомневаюсь. Вас же во всем обвиняют. Кто же знает. Господин Кульминский. 103 звонка. Звонки были живые. Обещают, что на следующей уже программе у нас будет возможность многоканальной связи. Поэтому сможет дозвониться гораздо большее число телезрителей. Вот. Теперь точно все. Спасибо. Спасибо. Смотрели программу «Дело принципа». До свидания. До свидания.